Всем доброе утро! У нас утро субботы. Мы сейчас с Машей собираемся ехать в детскую поликлинику. Там сегодня специалисты будут смотреть их. И они со своим классом идут на медосмотр. Вот и мы сейчас с Машенькой поедем уже. Маша побежала перчатки взять, забыла перчатки. Надеюсь на автобус мы не опоздаем. Ладно, едем в город на прием. Все, сходили мы, прошли комиссию. И сейчас бежим на остановку. На автобус. Все, мы приехали с Машей с комиссией. Уехали в десять, приехали почти в час. Зашли в магазин. Хлеб да что купили? Ну, сейчас дома покупки покажем. Прошли мы несколько врачей. Сейчас дома тоже все расскажем. А то на улице холодно, но рука мерзнет. Если честно. Ладно, идем до дома, до хаты. Так, все. Пришли мы с магазина, с больницы. Показываю, что купила. Ну, вот такой вот у детей любимый. Это маковый хлеб. Потом два литра кефира взяла. Чуть позже расскажу, что будем из него готовить. Потом три литра молока купила. Две булки хлеба. И зашла, купила еще один пакетик помидор. Вот такие вот взяла абаканские. Посмотрим, сколько там штучек будет. Сегодня досажу их к тем. Вот такие вот все покупки. В целом сходили мы в больницу. Прошли мы пять врачей. Там ортопед, невролог, потом зубной. Еще каких-то. Короче, пять кабинетов прошли. И теперь в понедельник мы пойдем с Машей еще один анализ сдавать. Это по ионной болезни, но по астме там надо пройти. И в среду будут они сдавать кровь с мочой. Так что вот такие вот у нас дела. Проходим медкомиссию школьную. Делаем. Ладно, я переодеваюсь. Умываемся. И будем мне надо поставить, отварить на пароварке яйца. Потому что мы хотим салатик такой, как бы не салатик, короче, сделать, а ленивые пирожки с луком и яйцом. Поэтому я кефиры взяла. Сейчас поставлю варить яйца, короче говоря. Дорогие друзья, всем снова здрасте. Хочу вас попросить поддержать одну молодую и очень активную семью. Это Подмосковь, Подмосквой Лайф. У них молодая семья, муж с женой и есть дочка. И они сейчас строят дом, снимают разные видеоролики про своих животных, про огород. Сейчас вот как раз посадка огорода начинается. И много интересных, интересных лайфхаков у нее бывает иногда интересные. Потому что я смотрю, иногда у нее проскакивает такое. Кстати, влоги очень интересные. Закупки продуктов в магазинах всякие такие. Поэтому пройдите, пожалуйста, поддержите молодую семью. Мне вот, например, очень нравится. Смотрю. Всегда лайки ставлю. Это уже проверено. Поэтому и вам тоже хочу посоветовать, поддержать молодую семью начинающих блогеров. Ну вот у них уже тысяча подписчиков. Я только что-то не спрашивала, есть, нет у нее уже реклама. Но пока мне еще не попадалась реклама. Поэтому надеюсь, что скоро подключат. Давайте поможем этой молодой семье тоже. Надеюсь на вашу поддержку. Обязательно пройдите по ссылочке в описании. И напишите, что вы от многодетной семьи Тарантиных. Мне будет очень приятно. И я зайду обязательно в комментариях. И посмотрю, много ли вас таких, кто меня поддержит и кто подпишется на этот канал. Всем заранее огромное-огромное спасибо. Ссылочка, напоминаю, в описании. Так, все, поставила варить яйцо. Пусть варится. И потом будем делать чуть попозже ленивые пирожки. Все, потом покажу, как и что я делаю. Так, пойду я схожу до почты. Там какие-то пакеты пришли получить. И в магазин заодно зайду еще. Хорошо, у нас потеплело. Ура! Прям так рада, что тепло стало. Прям вообще классно. Хорошо, тепло стало. Тайсон сидит. Стоит пока. Ладно, идем в магазин. Так, сходила я, ребят, в магазин. И на почту забрала посылку на это на канале. Жизнь с домашним животным. Вы увидите это туда. Так, что купила в магазине? Купила пекинскую капусту. Хотим салатик сделать. Также купила еще зелень. Укроп и лук для пирожков. Купила один огурчик на салат. Редиски 10 штучек тоже на салат взяла. Купила сыр вот такой вот. Попробуем, что за фирма. Такой первый раз везли. Российские другие фирмы брали. А это я не брала. Хочу, напробую. Также детки у меня очень любят финики. Взяла финики. И пол пакета мандаринов. Пока они по 85 у нас привезли. Вот взяла деткам. Пусть едят. Вчера брали, кстати, очень вкусные мандаринки. Сладкие. Косточек только много. А так они очень вкусные мандаринки. Поэтому сегодня взяла. У меня тут уже в пароварке сварились яйца. Сейчас почистим. Затопим печку и будем жарить пирожки делать. Дорогие друзья, мы сейчас Феликсу распаковывали подарки. Видите, как он играет. Ну и я решила распаковать сразу вот это. Вот это у меня пришла посылочка здесь. с бюстгальтером. Заказала я на Алиэкспрессе бюстгальтер. Ну вот в целом вот такой вот он черный. Распаковывать дальше не буду. Ну вот. А Феликсу пришли игрушки. Пришла вот такая палочка. Ну об этом вы увидите на канале Жизнь домашнее животное. Если кому интересно, подписывайтесь, пожалуйста, на тот канал. Смотрите, что он делает. Шалун, Феликс, ты шалун. Понравились, да, те? Они вот эти вот игрушки с какой-то смятой, видимо, с кошачьей, что они вот начинают вот так вот к ним реагировать. Ладно, если вам интересно, оставайтесь с нами. Сейчас будем готовить ленивые пирожки. Дорогие друзья, вот такое вот у меня тесто получилось. Целый тазик. У меня уже первая партия жарится. Ленивых пирожков. Сюда я замесила. Но тесто я делаю обычное, как на оладушке. Каждый по своему рецепту можете делать. И сюда просто добавляю яйцо и лук. Яйцо вареное и лук зеленый. И вот такое вот тесто вот у меня получилось. Сейчас покажу, что у меня на сковородке. На сковородке они у меня получаются вот такие вот красивые. Здесь у меня супик разогревается покушать. И вот жарим ленивые пирожки. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Уже больше полтазика жарила. Вот что у меня получается. Сейчас покажу, как в разрыве. А я, они горячие. И вот такие вот они в разрыве у меня получаются. Очень вкусные пирожки. Сейчас я тут уж раз разломала, сделаю. Некоторые уже взяли, кушают. Сейчас еще пожарю и будут детки кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ура, ребята, дожариваю последнюю партию этих ленивых оладушек. Ну, пирожков ленивых. Такие они ленивые. Тайзик на 6 литров сделать. Блин, этого теста, это знаете, тем более на печке, это непросто. Вот такие вот они у меня получаются. Детки уже наелись, а все. Это уже осталось еще. Сейчас последний дожарю и убираю. Всем добрый-добрый день. У нас уже день, причем позднее уже время. В 2-3 часа уже точно не знаю, не смотрела на часы. Мы со Светой пошли в магазин. Мы просто со Светой решили, ну как бы не, а Света решила, приготовить макарошки. У нас есть колбаска с колбаской и плюс еще сыр туда. И вот мы пошли, у нас макарошки дома закончились. На магазин сходить, купить макарошки. А так в целом. Можно было со спагеттями, но спагетти все равно не топаются, как с макаронами. И мы пошли наши любимых макарон сейчас купить. Которые они лучше едят из всех фирм. Вот мы сейчас покажем вам, которые мы всегда берем. Сейчас Света должна выйти. На погоду у нас на улице, ребята, просто чудесная. Крестная. Вообще классно. Смотрите, какой там снег. Тут у нас под снегом вот этот брус лежит. Хорошо. Вот так вот. Ну а мы пошли со Светой. Света закрыла, смотрите, как солнце потому что светит. Ладно, ну а мы пошли в магазин. Потом покажем, что мы купим. Всем желаем хорошего дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Мы очень вас всех любим. Так, дорогие друзья, сходили мы в магазин. И что же мы купили? Но женские принадлежности мы явно показывать не будем. Дальше мы для нашего блюда купили еще один кусочек сыра. Также мы со Светой увидели вот такие вот вкусняшки. Взяли котенку раз в неделю давать. Потом купили колбаски. Вот такой вот. Тоже хочем для нашего блюда. Потом макароны мы взяли вот такие вот. Это наша любимая фирма. Потом вот такие вот взяли. И вот такую вот одну последнюю пачку взяли. А таких по две. И спагетти мы взяли. Три пачки. Также еще купили белый шоколад. Я любитель белого шоколада. Решили взять побаловать себя. 70 рублей за шоколадку только. И купили вот такой вот чай. Майский. Обычный. А тут я не знаю. Наклейка наклеена. Не вижу по-моему смородиновый чай. Да. Смородиновый. Душистый лист. Смородины и мяты. Вот такие вот у нас в целом все покупочки были. Светик у меня тут обжаривает два вида колбаски. Одну мы копченую купили. Одна обычно у нас. Как она докторская, да? Докторскую. Обжариваем вот так вот. А здесь у нас варятся макарошки. Догадайтесь, что за блюдо у нас получится. Потом вам позже покажем. Света трет на терке два вида сыра. Какой тут российский и голландский, да? По-моему. Вот по половинке мы отрезали. Чуть больше половинки. Два кусочка. Перемешаем. И они вот... Убери, пожалуйста, пока торку. Они на вид даже разные. Один темный, а другой немножко посветлее. А так сыры вроде бы нормальные, свежие, вкусные. Мы всегда такие берем. Так, мы уже перемешали два вида сыра. Слушайте, так классно получается. Вообще, прям, смотрите. Сейчас перемешаем, обжарим колбаску и перемешаем тоже. И можно будет кушать вот такое вот быстрое и легкое блюдо сегодня у нас. Так, дорогие друзья, вот такое вот блюдо мы со Света приготовили. Тут макароны с сыром и с двумя видами колбаски. Сыр тоже два вида, российский и голландский. Но вы можете делать тот, который захотите. Я вам предоставила блюдо, которое легко можно приготовить и быстро. Для ленивой семьи, как мы, например. Потому что все уже заметили, что я в последнее время стала искать блюда для ленивых. И которые быстро готовятся. Да, в интернете их очень много. Поэтому я постараюсь все понемножку вам показать. Вот такое вот блюдо я увидела на канале про покушать. Там замечательный муж с женой готовят. И показываю вам эти блюда. Извините, просто у меня Феликс по спине залез. По самым ногам и по спине. Ну, вот такое блюдо у нас приготовилось. Если вам понравилось, не забывайте ставить пальчики вверх. И Света молодец. Сейчас я тебе посвечу. Всем доброе утро. Все, шагай, давай бегом. Догоняй девчонок. Смотри, там девчонки убежали. Я тебя держу, 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 держу. Мы шагаем на автобус. Кто в школу, кто в садик. Вот такими вот. А с Машенькой потом поедем еще и в поликлинику. Нам надо анализы кое-какие сдать. Вот мы с ней поедем. Так, выходи. Все. Идем, идем, догоняем, догоняем их. Все, вышли. Давай руку маме. Теперь тебе нормально, светло? Да? Все, идем. Пришли с Машей в больницу. Да, Маша? Может, ей телефон играет. Будем проходить спирографию. Спирометрию. Во. Да? Вон там, наверное. Замерзла? Холодно сегодня у нас, да? Ладно. Сидим и ждем. Сейчас пройдем и поедем обратно домой. Маша их каскетит тебе в школу. Двенадцать тридцать. Ну вот. Еще успеешь, думаю, поесть и попить. И другую одежду потеплее. Сидит аж, трещет. Играет. Как это игра называется? Короче, человечка втуда еще дым гоняет. Приехали мы с Машей домой. Уже бежим с автобуса домой. Зашли в магазин. Кое-что купили. Сейчас дома вам все покажем. А у нас холодно. Мороз. Смотрю, от котель на дым столбом. Значит, мороз еще будет стоять. Ладно, бежим до дома. Так, все. Пришли мы с Машей уже. Съездили в больницу. Сдали спирографию или как оно называется. Не знаю, короче говоря. И завтра я записалась на платные УЗИ. Пойду завтра в стране. Если не пить, к десяти часам надо подойти. Пойду, может, и посмотрите в школу. Не смотрела еще? Так, мы зашли с Машей в магазин. Все наши покупки. Детки с утра всегда чай пьют. Поэтому взяла зефирки. Что-то давно не брали. Решила деткам взять. Потому что я знаю, что некоторые яблочные есть не будут. А будут обычные есть. У нас есть такие дети, которые не едят. С разными вкусами. Поэтому обычно еще немножко взяла. Ладно, сейчас раздеваемся, пьем горячий чай. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Волосы после шапки, как не знаю, что. У нас вечер, и я бегу на автобус, чтобы в садик ехать за Ваней и за Мариной. Так что вот как-то так. Тайсон, угомонись. Ладно, бежим, а то опоздаем сейчас на автобус. Все, пришли мы домой. Ваня на автопилоте. Ваня, помахай, всем привет. Молодец, умница. Мариночка тоже, да, привет, говорите? И шагают. На улице так, ребята, хорошо. Морозик небольшой есть, но такой небольшой. А так вообще классно на улице. Прямо благодать. Прямо благодать. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...